С первых минут матча наши футболисты порадовали болельщиков своим серьезным настроем и агрессивной игрой. Долгое время октюбинцы держали соперника в напряжении. Большинство времени игра велась на половине поля соперника. Тем не менее, счет открыла команда Табол. Ко второму тайму поутихли и пыл наших болельщиков и, видимо, азарт игроков. В первые же минуты второй половины игры гости отправили в наши ворота еще два мяча. И хотя череда этих голов уже определила итог матча, тренер команды все же попытался повернуть игру в наше русло, сделав сразу тройную замену игроков. Немного реабилитироваться нашим игрокам удалось лишь под конец игры. Единственный ответный гол ворота соперника на 33-й минуте второго тайма забил Юрий Сауза Альмейда. Матч закончился со счетом 3-1 в пользу соперника. Таким образом, на сегодняшний день ФК «Актубе» расположился на последнем, 12-м месте турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги. Напомним, что недавно клуб лишился главного тренера. На традиционной пресс-конференции после матча временно исполняющий обязанности главного тренера Игорь Прохницкий прокомментировал сложившуюся ситуацию. Ситуация такова, какая она есть. И сейчас мы все вместе, вместе с командой пытаемся выйти из нее. Оставьте себя на мое место. Вам было бы легко? Я думаю, что нет. Ну, я готов. Мне доверили сейчас этот период работать. И я работаю. Ну, возможно, и ошибаюсь, возможно. Но вообще футбол и тренерская работа – это творческая работа. И здесь ошибки, наверное, возможны. Главный тренер команды соперников результатом был, безусловно, доволен. Хотя и отметил, что такой итоговый результат – просто дело фортуны. В первом тайме то, что мы и ожидали, что хозяева будут играть агрессивно, создали несколько моментов, могли реализовать. Но фортуна была на нашей стороне, если правду сказать. В целом, еще раз повторяюсь, результатом доволен. Но есть много проблем, над которыми мы будем работать в дальнейшем. А вот мнение болельщиков о сложившейся ситуации и об игре клуба неоднозначное. Кто-то продолжает верить в лучшее, другие же уверены, что успех прошлых лет нам не вернуть. Это все временно, думаю. Ак-Тубе все-таки по-любому будет на первом месте. Сегодняшняя игра, этого сезона в Ак-Тубе, сильно беспокоит нас. А почему? По каким причинам, как вы думаете? Нету игры, нету нападений. Чисто скажу, у нас слабая команда, да. Что-то не то. То ли не тренер, никто не виноват. Но одно, не нравится больше этот футбол. Эмоции, ну, неоднозначные точно. Почему? Ну, болеешь, 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 болеешь. А они проигрывают и проигрывают? Ну, раньше лучше было. А в чем причина, как вы думаете? Ой, это сразу не скажешь. Много говорят, так я бы сейчас не говорил о причинах. Ну, новый коллектив, новые ребята, пока химия, должны вместе сыграться. Весь спорт куплен. Весь спорт куплен. Следующий матч наши футболисты сыграют уже 17 мая с футбольным клубом Атырау. Игра состоится на центральном стадионе имени Кобыланда Батыра. Кристина Вейц, Алексей Уразов. Программа «Факт». Кристина Вейц, Алексей Уразов. Программа «Факт».